И вот я опять сегодня на своем канале. Всем здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, мои дорогие подружки! Мои новые подписчики, кто будет просто смотреть! Я всех вас приветствую! Я сегодня необычно выгляжу. Посмотрите, я в образе такой, знаете, сказочного персонажа Солохи. Я хочу вам показать вот этот свой наряд, наряд Солохи и добавить к этому наряду, что я хожу в этом костюме на своей повседневной работе. Так как я вам уже говорила, я работаю в украинском ресторане, и у меня, знаете, образ такой Солохи. И поэтому я вот так вот выгляжу. У меня еще такая, знаете, сумочка, кошелечек одевается, очень красивый, национальный, куда я могу складывать денежку чаевую или еще что-то. Ну, в общем, вот все вот такой вот, как бы, вот такой вот у меня костюмчик. Вот. И вот такой вот у меня завязаный платочек. Так что, думаю, что Солоха с меня очень хорошая получилась. И вы, наверное, это оцените. Сегодня открыла интернет, зашла в YouTube, посмотрела комментарии на свои видео, которые я прежде, ранее выставляла. Спасибо вам большое, что вы мне пишете. Правда, вы знаете, чуть-чуть, как бы, удручает, что, в принципе, мне пишут девчонки, мои уже такие, как бы, подружки, скажем, да, практически одни и те же. Но все равно спасибо вам большое. Новенькие смотрят, просмотров много, но ничего не пишут. Нравится, не нравится как-то. Ну, вот просто посмотрели и все. Но все равно смотрите, и это тоже очень хорошо. Что я сегодня хотела вам преподнести такое приятное? Ну, так как мы знаем, что весна вовсю вступает в свои права, уже практически снег везде растаял, показывается первая травка. Вот у нас, например, да, я вчера наблюдала, что даже такие вот цветочки есть, ирисы многолетние, я проходила мимо, смотрю, уже прямо листочки уже такие зелененькие стали появляться. Ну, прямо так, знаете, прямо бурно, так бурно веет, веет. Вот такой вот хорошей весной, весна наступает. Наверное, уже где-то в других регионах нашей страны уже и первые подснежники повылазили из-под снега. Но у нас еще как бы нет такого. Вот. И мне одна моя любимая подружка, коврочка королевская, привет тебе, она сегодня мне такая пишет, ой, так хочется крошечки уже там туда-сюда. Вот. Я так и думаю, ну, действительно, почему мы будем ждать лето? Все-таки уже весна, уже какая-то зелень есть в магазинах. Первая такая приятная, хорошая. Вот. У меня вовсю прет лук мой. Девчонки, не знаю, что с ним делать. Я его уже и срезаю, я уже его и щипаю. Я уже, ну, не знаю, ну, вообще он у меня прямо пышет, прям пышет. Вот что значит посадить с душой, показать это вам. Ой, извините, на улице у меня окно приоткрыто, на улице кричат. Люди радуются весне, солнышку. Такие вот эмоции. Показать этот лук вам, как я его посадила, и он у меня как попер, попер, попер. Но это все говорит о том, что это просто такое, знаете, с душой было показано вам. Вы это, конечно, приняли, вам понравилось. И, я не знаю, едим его каждый день. Короче, я начала вам болтать про этот лук. Ну, так вот, вернусь я к куброчке королевской, и вернусь я к окрошечке. Я думаю, а почему бы не сделать эту окрошечку? Все-таки уже, как говорится, уже весна, уже не то, что за горами, она уже вообще вступила в свои права. С каждым днем все теплее, теплее, теплее. И думаю, сделаю я сегодня окрошку и одену вот этот свой вот такой вот национальный костюм. Я не знаю, конечно, относится ли эта окрошка к украинской кухне, честно говоря, я не знаю. Что-то я не вдавалась в Википедию, но я думаю, как бы разбавить вот свое видео такими, знаете, яркими красками. Я думаю, я сейчас оденусь и буду перед вами вот такой вот красавицы с улохой. И думаю, мне приятно такое, знаете, легкое настроение. И уверена, что вы сейчас смотрите и улыбаетесь и скажете, ну, Танюха вообще там зажигает. Так что я хочу просто принести такой и преподнести позитив и себе, и вам. Так что, мои дорогие, я вас всех люблю. Солоха вас любит, обожает. Вот. И поэтому сейчас мы с вами пойдем на мою кухню и начнем делать окрошку. Для окрошки у меня уже все приготовлено. Я все отварила, почистила. Сейчас я вам просто покажу все, что эти все ингредиенты, которые нам нужны. Мы с вами сделаем окрошечку. Вы посмотрите. И я даже думаю, что... Я даже уверена, посмотрев на мою окрошку, у вас начнется вырабатываться слюноотделение. Такое приятное, приятное. Вы сразу вспомните вкус окрошки. Ну, конечно, тот, кто ее любит, да? У вас сразу воспроизведется вот этот вкус. Последний раз, когда вы ели эту окрошку, и вы действительно пойдете в магазин, купите все ингредиенты, которые нужны для этой окрошечки, купите квасу и будете ее кушать с наслаждением. Я знаю, что многие окрошку любят на кефире, потом кто-то делает просто уксус с водой, мешает и также добавляет туда все овощи. Ну, то есть окрошка, ее, по-моему, несколько вариантов есть, которые, как бы, люди любят по-разному, да? Но чисто для себя, вот как моя семья и как я люблю окрошку, мы окрошку любим просто на квасе. Квас у меня будет в магазине, вот. Кто-то, может быть, квас поставит свой или уже ставит свой квас, это очень отлично. Мы квас как-то не ставим свой, мы любим покупать в магазине. Ну, любим вот такой магазинный квас, который продается в бутылочках. Итак, не буду вас долго задерживать, сейчас все встаем, и я вас приглашаю на свою кухню. Там уже все готово, и мы будем смотреть, как будет зарождаться моя весенняя окрошечка. Потихонечку все встали, и я вас приглашаю. Еще раз я вас приветствую на своей кухне. Я вас уже пригласила на приготовление моей окрошки. Так что, мои дорогие, наберитесь терпения, я сейчас вас буду кормить своей окрошкой. Но для начала мы ее сейчас с вами приготовим. Итак, что же нам понадобится для приготовления нашей окрошки? Ну, во-первых, конечно, это картофель. Картофель я отварила. Вот, пожалуйста, отварную картофель. Редиска. Пологурца. Думаю, будет достаточно. Отварила яйца. Колбаса. Естественно, очень много зелени. Зелень тут у меня и петрушка, и укроп. Но и как же обойтись без этого? Естественно, мой домашний лук, который я выращиваю у себя на окне. Сметана. Вот такая вот сметана я купила. Вот такую сметанку 20% Ну, естественно, соль. И коронка, конечно, вот все окрошки. Вот такой вот квас. Квас Никола. Я сходила в магазин, купила квас. Нам хватит его на окрошечку. Ну, и вот такая вот емкость. Вот этот розовый тазик, куда мы будем сейчас все крошить. И, как сказать, рубить нашу окрошку. Делается это очень быстро. Много не займет времени. Конечно, сейчас мы все это сделаем. И будем это все с удовольствием поедать. Сейчас я начну это все крошить. Я накрошила картофель. Вот уже в эту миску. У меня уже готова колбаса. Огурец покрушенный. И редиска. Сейчас я это все благополучно буду отправлять в наш салатник. В принципе, получается, как просто делаем салат. Вот здесь у меня уже. Все делаю, ребята, одной рукой. Все неудобно. Даже постукаю. Добавлю ледиски сюда. Значит, уже основная масса у меня готова. Мне осталось что сделать? Мне осталось покрошить яйца и покрошить зелень. Посолить это все. Когда я все добавлю, уже основные, последние, это яйца и лук, я сюда сразу добавлю квас. Потому что у меня крошки не так будет уже много, ну, этого салата. И она обязательно это сегодня до вечера вся докушается. Поэтому я сразу добавлю квас. она настоится, будет ароматная, приятная и сытная. Сейчас я буду добавлять яйца. Теперь мы добавляем яйцо. И вот наша зелень. Все. Салатик наш для окрошки уже готов. Останется сейчас только его перемешать и залить квасом. Что мы сейчас и сделаем. Вот сейчас надо его хорошо перемешать. Мне это неудобно. Я просто вам примерно сейчас покажу, что надо его перемешать. Я его перемешаю, когда выключу камеру. Потому что мне нужно держать одной рукой чашку, а другой перемешивать. Я перемешала салат наш. И теперь я буду потихонечку добавлять сюда квас. Вот так вот. Я уже говорила, что я прям буду залить квасом, делать окрошку. Потому что она у нас скушается за короткий промежуток времени. Нет смысла просто хранить в холодильнике этот салат. Видите какая? Даже еще густая. Можно еще квасу добавить. Я сейчас прям полный раз делаю. Я представляю, как летом люди будут делать окрошку, кушать ее целыми днями. Жара. Будет жарко. И люди будут кушать окрошку. Но мы уже начали ее сегодня вместе с вами. Мои дорогие. Я ее проверяю, чтобы она у меня не стала жидкой такой. Нет, нормально. Вот сейчас у меня... Вот сейчас уже она стала нормальная. Все. Сейчас мне осталось только ее посолить. И уже можно ее употреблять. Вот такая окрошечка. Посмотрите, какие дни наши все витамины. Колбаска, картошка, зелень. Ну, я вам не могу передать запах, потому что камера, к сожалению, не передает запахи. Но когда здесь пошел запах огурца, петрушки, укропа, лука, редиски, это, знаете, что-то сейчас божественное. Прямо после зимы, кажется, прям невероятное. Вообще невероятно. Аромат стоит. Просто, просто не передать словами. Вот такая получилась у меня окрошка. Редактор субтитров А.Семкин Окрошечка моя готова. Вот такая вот она у меня получилась. Очень красивая, ароматная, запашистая такая. Ну, вообще, не знаю. Я не могу вам передать тех слов. Вот такая окрошка. Сейчас мы ее будем уже поглощать. Вот смотрите. Очень легко и быстро делается. И главное, по-весеннему все ближе-ближе к лету. Ну вот, вы побыли на моей кухне. Мы с вами сделали окрошечку. Конечно, кто захочет, пожалуйста, делайте. Она такая, знаете, легкая, диетическая. Делайте окрошку. Уже весна, уже скоро лето. Это вкусная, такая, знаете, весенняя, летняя еда, которая никогда не надоест и которая практически вам не прибавит никаких калорий. Делайте. Я вам желаю приятного аппетита. Спасибо, что вы были на моем канале. Если понравилось, классните мне. Поставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на мой канал. Будем общаться, будем дружить. Всех вас люблю. Всех целую, обнимаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok